Ко всему человек привыкает, Герасим наконец привык к городскому жилью. Нетленные строки классика, всеобъемлющие и интернациональные, на то он и классик. События последних дней еще раз показали, что люди действительно привыкают ко всему, даже к войне, со всеми ее кровавыми атрибутами, героями и злодеями. Не подводя итогов уходящей недели, могу совершенно уверенно констатировать, что если в прошлом году президента Украины американские законодатели обеих палат Конгресса встречали стоя очень продолжительными аплодисментами, то нынешний визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты был на порядок тише и незаметнее. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти даже отклонил его просьбу о проведении совместного заседания Конгресса, сославшись на нехватку времени в рабочем графике. У республиканца Маккарти довольно много вопросов киевским властям по поводу того, как используются миллиарды долларов, выделенные штатами на отражение российской агрессии, требуют отчета о потраченных деньгах. Задает вопросы этот Маккарти по поводу плана победы Украины. Это я про то, что период глубоко эмоционального, позитивного отношения к сражающейся Украине со стороны Запада, похоже, проходит и наступает фаза прагматичного местами и циничного анализа ситуации. Оно, конечно, вполне уместно, но, как мне кажется, именно на это и рассчитывал Кремль полтора года назад, начиная полномасштабное вторжение в Украину. По-русски это звучит как «поговорят-поговорят и успокоятся», переходящие в «стерпится-слюбится». Похоже, путинские людоеды, планируя агрессию, довольно точно рассчитали реакцию, ну, собственно, появление усталости и привыкания в среднесрочной перспективе. И Украине с каждым месяцем продолжающейся войны будет все сложнее находить средства для борьбы с этими самыми людоедами. Показательный эпизод с возобновлением кремлевских обстрелов украинских энергетических объектов. Аккуратно во время визита Зеленского в Штаты. 400 населенных пунктов остались без электричества, никого в мире это вообще никак не задело. Никто бровью не повел. Не то, что государственные структуры Запада, даже телевизионные каналы не стали рассказывать об этой фактически гуманитарной катастрофе. Привыкли. Кстати, по результатам опроса, проведенного американским телеканалом CNN в августе этого года, оказалось, что более 50% граждан США выступают против выделения дополнительных средств Украины. А среди республиканской части этих граждан цифра превышает 70%. В Штатах, как и в Западной Европе, в отличие от РФИ, поведение политиков довольно сильно коррелируется с настроениями избирателей. Конечно, преодолеть сложившуюся раннюю усталость от войны можно было бы победами Киева на фронтах, но они, эти победы, чертовски завязаны с количеством, а главное, качеством вооружений, поставляемых Украине. Получается какой-то замкнутый круг, черт возьми. Вот, скажем, Зеленский летел в США в надежде на окончательную договоренность с Джо Байденом о поставках баллистических ракет Атакам с дальностью полета до 300 километров. Но в последний момент выяснилось, что ракет этих в ближайшее время не будет. Ну, как в том фильме, пулемета я вам, ребята, не дам. А это значит, что диспозиция российских войск вдоль фронта останется прежней. И по путинским военным объектам в Крыму украинской армии придется стрелять все теми же британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Они, конечно, тоже ничего себе ракеты, но российская армия уже научилась их довольно эффективно сбивать. Видимо, в качестве своеобразной компенсации Байден на этой неделе объявил, что американские танки М1 Abrams, о поставках которых говорили почти уже целый год, прибудут в Украину уже на следующей неделе. А если это так, то у Киева еще остается шанс прорвать все-таки линию обороны и попробовать выдавить противника с насиженных мест. Ну, надрать задницу Путину, доказав, что деньги и вооружение в стране работают на победу, а и на что-то другое, в чем американские законодатели начали подозревать Украину. Но, к сожалению, человек так устроен, что он довольно быстро привыкает не только к плохому, но и к хорошему. Ну, как Герасим привык к жизни в городе. Чем закончилась его история, напоминать вам не надо. Герасим утопил друга, ну, в смысле, Муму, и вернулся в деревню. На что, собственно, рассчитывает нынешняя Кремль? Надо бы ознакомить с творчеством Тургенева западных политиков, принимающих решения о поддержке Украины. Поехали дальше. Есть такой в Беларуси анекдот. Приходит Клукашенко, тот парень, который считает себя президентом страны, приходит к нему помощник и говорит, Александр Григорьевич, хорошая новость, наконец-то вы стали выездным. Да, и куда моя первая поездка? В Гаагу, господин президент. На днях этот анекдот чуть было не материализовался. Тот Европарламент выпустил резолюцию, в которой призвал институты Евросоюза и отдельное государство принять все меры для обеспечения уголовного преследования белорусских должностных лиц соучастников преступлений против человечности и геноцида в Украине. А еще Европарламент обратился буквально со слезной просьбой в тот самый международный уголовный суд, в той самой Гааге, о выдаче ордера на арест белорусского правителя Александра Лукашенко. С формулировочкой, ну, один в один с путинской. Он назван соучастником насильственного вывоза более 2150 детей из оккупированных регионов Украины, как будто бы в оздоровительные лагеря в Беларуси. Но в Европарламенте, там есть вроде как информация о том, что эти бедные детки вот в этих самых лагерях подвергались идеологической обработке и русификации. Ответственным за все, естественно, назван Лукашенко и его режим. Кроме того, прицепом ему предъявлено участие в агрессивной войне против Украины, снабжение войск РФ оружием и военной техникой, производство для них запчастей, размещение российских войск в стране, ну и много еще чего за что в свое время в Нюрнберге отправляли на виселицу. А еще режим Лукашенко обвиняется в том, что он угрожал присоединением своей страны к российской агрессии. Сейчас, правда, он время от времени вяло пытается намекнуть, что не при делах. Хотя, как прикажете, расценивать начавшиеся на этой неделе в ее владениях масштабные военные учения. Учения армии с привлечением, как сказано в пресс-релизе, всех элементов военной организации, государства и территориальной обороны. Вообще-то, в середине сентября, ну и в конце сентября обычно, в Беларуси проводились совместные учения с российской армией. Назывались они «Запад», ну и номер там, соответствующий году проведения. Последние маневры были аккуратно в конце 2021 года, почти накануне вторжения Кремля в Украину. Тогда в них принимали, если вы помните, участие около 200 тысяч солдат, практически все, потренировавшись в Беларуси, отправились на войну. Теперь вот эти учения безымянны и без участия России. Оно и понятно. У Путина дефицит штыков на передовой в окупах. Не до учений. Военная наука его родолаками осваивается непосредственно под свист пуль и разрывы снарядов. Кто выжил, тот и боец. А вот куда двинутся белорусские войска по окончании учения терра инкогнито? Никто не может предположить, что именно придет в голову белорусского верховного главнокомандующего. Или его начальника Путина, у которого, повторю, очень серьезный дефицит живой силы на фронте. Да и с психологической адекватностью. Тоже не без дефицита. А как еще можно прокомментировать сообщение о том, что белорусский совбез пригласил на эти учения подразделения армии, внимание, Польши. Причем все это происходит на фоне, с одной стороны, намерений Польши полностью закрыть границу с Белоруссией. С другой, заявление администрации Лукашенко о приостановлении договора об обычных вооружениях в Европе. Ну, в отношении той же самой Польши. Так вот, это какая-то военно-политическая карусель получается. Прямо insane asylum. Какой-то сумасшедший дом, в смысле. Было, конечно, смешно, если бы не было так кроваво. А вот мне лично очень жаль, что международные европейские институты вправе выписывать ордера на аресты, но не в состоянии отправлять безумных правителей на принудительное лечение в соответствующее учреждение. Перед судом в Гаге и Путину, и Лукашенко было бы уместно вернуть их психику на исходное состояние, прочистить, что называется, мозг, чтобы приняли свои приговоры осознанно. Вот еще о чем следует поговорить. Ведь не только специалистам известно, что плохому танцору всегда пуанты мешают. У российской оккупационной армии, каждый раз получая на фронте под зад коленом, тоже всегда находятся причины и поводы для объяснения собственных конфузов. Не успели на этой неделе вооруженные силы Украины освободить от путинских захватчиков небольшой населенный пункт Клещеевка в Донецкой области, который, по мнению военных, является довольно удобным плацдармом для развития контрнаступления, как тут же из-под Кремля понеслись разговоры о том, что Запад продолжает работу над созданием биологического оружия против славянской нации. И биолаборатория США, ну а кого еще находится, знам дел на территории Украины. Спикером всей этой глиматии стал некто Сергей Миронов, бывший десантник, а заодно и спикер же Российского Сената в недавнем прошлом, и друг Путина по городской власти в Санкт-Петербурге в 90-е годы. Ну, не исключено, что они кореша и по питерским подворотням. Потому как этот самый Миронов, 70-летний председатель думской партии «Справедливая Россия», язык с трудом произносит этот оксюмарон, и его начальник Путина, Путин росли в одном городе, в одно время, ну, соответственно, в одних подворотнях. Миронов еще известен своими парламентскими инициативами бомбить центры принятия решений в Киеве и уничтожения всей инфраструктуры Украины. Добрый такой парень, не злобный, женат всего четырьмя браками, с Пригожинской кувалдой любит фоткаться. Квартира в центре Москвы стоит всего в 70 раз больше его годового дохода. С кем не бывает, не в 700 же раз прав дело. Да, он еще за несколько месяцев до пике самолета Пригожина, с последующим избавлением Кремля от его влияния, в Госдуме пытался провести закон о легализации ЧВК, тех самых частных военных компаний и придания им официального статуса. Ну, вышла фиаско, увы, для Миронова. Так вот, когда у Кремля под хвостом опять закорелось, из рукава на этой неделе была вытащена очередная, битая уже несколько раз карта масти Био. Био-лаборатория. Мне вот прям жалко этих пацанов, что-то у них с фантазией хреновое. Никак ничего нового изобрести не могут. Про эти лаборатории байки рассказывают с регулярностью киевского трамвая, право дела, на протяжении уже многих лет. И лажают еще на каждом шагу. Какая, к черту, славянская нация, которую кремлевские упыри собираются защищать. Никто почему-то не напомнил Миронову, что славяне это никакая не нация, а всего лишь группа довольно разобщенных народов, говорящих на славянских языках. Кстати, практически не понимающих языки друг друга. Знаете, у меня возникло в этой связи подозрение, что в Кремле, кроме всего прочего, стали сомневаться в стопроцентной преданности вверенного ему российского населения. Не хотят понимать, что эти граждане, сволочи, сидеть в окопах и умирать за параноидальные идеи сумасшедшего Путина. Ибо с какого черта надо нести в массы байки про то, что якобы в этих лабораториях изучается биологический материал славян, проводятся исследования, как всяческие западные, если не сказать больше англосакские патогены, влияют на геном этих самых славян. Причем в укороченном составе. Кремль говорит, что это только русские, белорусы и украинцы. Я так понимаю, поляки, чехи и прочие болгары, сербы запад не интересуют. Ну, по версии Кремля. Словом, заглотив в промышленных масштабах такую хрень, народ РФ должен в очередной раз встать, все как один, и ринусы на защиту славян, читай, должен этот самый народ рвануть дружными рядами, в армию убивать граждан Украины. Ну, либо эта биберда про биолаборатории, если не объясняет, уж точно отвлекает от тех обломов, которые в последние дни довольно регулярно получает российская армия от вооруженных сил Украины. Тут вот украинские бойцы еще села Андреевку на этой неделе вернули под юрисдикцию Киева. Долбанули ракетным ударом по штабу Черноморского флота в Севастополе. Хотя, повторю, если уж пудрить мозг собственному народу, то могли бы кремлевские вурдалаки делать это как-то понаряднее, что ли, не прибегая к повторам. Я, конечно, не из балетных, но, как мне кажется, плохому танцору с его байками о причинах провала спектакля надо иметь в запасе, ну, как что-нибудь более правдоподобное, чем рассказы про пуанты или что там на самом деле мешает танцорам исполнять свои ритуальные танцы. Или надо валить со сцены. Теперь, если не возражаете немного лирики, а скорее психиатрии, психической такой, политической психиатрии, господи, запутался даже, говорят, что если Бог хочет наказать человека, он лишает его рассудка. Но, чтобы лишить кого-то рассудка, этот рассудок, как минимум, надо иметь. Я тут совершенно случайно на этой неделе наткнулся на статью главного идеолога путинской банды, такого кремлевского кардинала Решилье Николая Патрушева, которую он опубликовал в своем профильном журнале с незатейливым названием, разведчик, 72-летний генерал армии господин Патрушев, очень плотно участвующий в создании постсоветских, то есть российских политических химер, профессиональный КГБшник. Где же ему еще публиковаться? Так вот, пробежав по диагонали его откровения, изложенные, скорее всего, для младших товарищей по конторе, для повышения их морально-политического, как принято говорить у этих ребят из спецслужб уровня, довольно просто сделать кое-какие выводы о мировоззрении. Кремлевских долгожителей, которые сегодня поставили в позу Ротберга практически всю планету, развязав самую кровавую в этом веке войну с Украиной, я бы сказал, даже самую кровавую в нынешнем тысячелетии. А выводы, скорее, не о мировоззрении, а о его первоисточниках, о движущих, что называется, и направляющих. Так вот, первое, что бросается в глаза, это то, что Господь Бог довольно сильно наказал Патрушева, вместе с ним и весь ближний круг диктатора Путина, во главе с ним самим. Наличие разума в этой программной статье не просматривается ни под каким микроскопом. Сплошные отсылки к идеологическим штампам времен развитого социализма, ну, к тем годам, когда вся эта путинская банда училась в академиях КГБ. Знаете, например, что Россия воспринимается цивилизованным миром как постоянной угрозой. Не потому, что она начала так называемую специальную военную операцию, а потому, как демонтаж колониальной системы начался после Второй мировой войны под непосредственным влиянием достижений и побед Советского Союза, наследницей которого является Россия. И треклятый Запад до сих пор никак с этим не может смириться. Это цитата. Вообще, я попросил бы вас очень внимательно вслушиваться в каждое слово, потому как практически цитирую идеологический базис путинского режима. Так вот, российские солдаты в окопах на украинской земле, оказывается, умирают за то, чтобы остановить неоколониальные притязания Запада и его лживые идеи и ценности, такие как глобализм, Кремлю нужен патриотизм, гендерное многообразие и, прости господи, псевдоэкологические доктрины, обосновывающие необходимость радикального сокращения численности человечества. Я не шучу, на полном серьезе. Так считает самый главный идеолог Кремля. То есть, всякие там рязанские или тамбовские солдаты убивают украинских детей исключительно ради того, чтобы остановить псевдоэкологические доктрины Запада. Ну, полный шандец. Или вот еще, закрываю глаза, так и вижу картину, как в роскошных интерьерах Кремля некто Патрушев дефилирует туда-сюда, докладывает на совбезе о том, что лженаучная концепция трансгуманизма, в которой человек объявлен промежуточным звеном биологического и социального развития, повлечет за собой требования по его улучшению, скорее всего, принудительного посредством модификации и сращивания с технологическими системами. Ну, не хотят в Кремле, черт возьми, сращиваться с технологическими системами. За это, видимо, и убивают людей в Украине. А я вот, например, не знаю, как бы я лично повел себя, если бы уверовал в то, что кто-то хочет срастить меня такого всего человечного с какой-то технологической системой. Может быть, и оружие из сейфа достал. Но для этого надо очень сильно, конечно же, проникнуться кремлевскими установками. Знаете, а вообще в Кремле давно уже все в курсе, что после победы Путина в войне с Украиной, а на самом деле со всем цивилизованным Западом, будет изменение глобального баланса сил в пользу взаимного уважения и равноправного диалога. Пока, правда, там не знают диалога кого с кем, но, в общем, это не важно. Цель – ничто, движение – все. Особенно, если Бог тебя действительно решил наказать. Только, пожалуйста, об этом никому не говорите. Эти диалогические установки, пока держатся в секрете, еще не доведены до российских солдат, умирающих на украинских фронтах. Ну, за изменение глобального баланса. Ну и последнее на сегодня еще про одну войну на территории бывшего Советского Союза. Войну однодневную. Скорее даже про то, насколько заразительными бывают дурные примеры. Смотрите. Диктатор Путин аннексировал украинский полуостров Крым почти 10 лет назад, ссылаясь на волеизъявления местного населения, якобы возжелавшего войти в состав Российской Федерации. Полтора года назад он начал полномасштабную войну, оттяпав у Украины еще около 15% территории, опять же, присоединив 4 области к своей империи с тем же обоснованием, что, мол, граждане, населяющие эти области, жить не могут без того, чтобы не войти в состав РФ. Вся эта галиматья была залита в уши коренных жителей России и особенно тех из них, кого отправили на фронт погибать за паранойю Путина, но в целях поднятия патриотизма и облегчения баральных страданий при убийстве очередного украинского ребенка. За родину ее любимого вождя чего только не сделаешь. То есть, все это кровопролитие проходило и, собственно, продолжается исключительно на принятии того факта, что никакие договоренности, ни международные, дипломатические, ни человеческие, ни сложившиеся исторически больше не канают и жить можно исключительно по закону джунглей. Сильный вправе съесть того, кто послабее. При этом у Кремля оставалось какое-то количество обязательств по отношению к другим странам, которые по каким-то, неважно по каким причинам были нужны ему. Я имею в виду страны с некоторыми даже были обязательства по взрывной обороне. Там у них такой водится орган ОДКБ называется Организация Договора по коллективной безопасности. Такое не до НАТО, состоящее из шести, если мне не изменяет память, стран во главе ясно дела с Россией. Так вот, на этой неделе, вдоволь насмотревшись за последние 10 лет на то, как Путин вытирал ноги об Украину, пытаясь навести там кремлевский порядок, Азербайджан провел полномасштабную войну на своей формальной территории с идеей полного и окончательного возврата под свою юрисдикцию Нагорного Карабаха, населенного исключительно армянами и считающегося как бы частью Армении. Ну, по крайней мере, в Армении все именно так и считали. Дальнобойная артиллерия, дроны и прочие военные радости отправили к прадцам десятки ни в чем не повинных карабахских армян. В результате полная капитуляция Карабаха с абсолютно непредсказуемыми последствиями. В этой маленькой, когда-то автономной республике 99,7% населения армяне. Согласятся ли они жить под управлением азербайджанцев довольно большой вопрос. И вот что примечательно, это самая путинская ОДКБ, в которую формально входит Армения, патронирующая Карабаха, а также все российские солдаты, стоявшие в Карабахе гарнизоном миротворцев, вся эта хреновая бружонная машина или махина, если хотите, застыла в изумлении, тихо из-под ладони, наблюдая, как Баку навел реактивными залпами, системами залпового огня конституционный порядок на обверенной ему когда-то советской власти территории. А что, если можно Путину убивать людей в борьбе за землю, значит и всем остальным тоже дозволительно. За спиной Путина атомная бомба, за спиной Алиева президент Азербайджана этнический и религиозно близкий Турция, член НАТО, между прочим, вполне себе противовес какой-то там ОДКБ. По ходу пьесы азербайджанцы расстреляли, кстати, несколько российских военнослужащих, сколько именно, не сообщается. Ну, кто их там считает во время проведения наведения конституционного порядка. Не хотелось бы, конечно, выступать в роли Кассандры, но вот эта вот новая война теперь на Кавказе как бы ни стала выстрелом стартового пистолета для всех желающих поучаствовать в гонке переделов сложившихся по 20 веке границ и межгосударственных отношений. А таких мало не покажется. Начиная с Узбекистана и Таджикистана, далее на восток и не только, везде и всюду удел так называемых стран третьего мира. Стараниями российского президента латинское выражение «quad licit lovi non licit bovi», что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, больше не действует. Это, на мой взгляд, первый, хотя далеко не последний результат борьбы Путина за так называемое многополярное мироустройство. Чем он, собственно, сейчас в Украине и занимается. Коллективный Юпитер пока как-то не очень противостоит обезумевшему быку. Пока все, берегите себя, все будет хорошо, готовьтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова